Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У меня что-то чешется носик. Значит, кто-то по мне скучает. Признавайтесь, кто из вас по мне скучает? Что у нас на сегодня? Я хотела сделать завтрак, и в то же самое время завтрак не как всегда. Очень много лазила в интернете, думала, что же интересно приготовить, и нашла вот такие крутые бутерброды. Если честно, их приготовила мама. Я вчера пыталась их приготовить, у меня, честно, не очень получилось. Потом мама сказала, ты ложись спать, завтра утром я сама их приготовлю. Я уже готовила панкейки, рецепт обязательно будет внизу. Если я буду оставить, обязательно мне напомните, я оставлю. Также здесь авокадо, сгущенка, моя любимая ватрушка, обожаю ее. Кстати, здесь творога мало. Я покупала в другом супермаркете, там творога было очень много. Мягенькая вкусная ватрушка. Вместе с кофе 3 в 1. Я не могу назвать себя кофеманом, просто здесь, мне кажется, кофе очень в тему. Дальше. Здесь у нас сосисочки. И сейчас я резко вспомнила, я перепроверила микрофон или нет. Минуточку, давайте проверю еще раз. А то жалко, такое видео пропадет. Так, слава богу, все под контролем. Лучше лишний раз, один раз перепроверить, чем такое прекрасное видео, в которое реально вложено очень много труда, пойдет просто в урну. Вам, возможно, со стороны кажется, что я просто беру первые попавшиеся продукты, которые есть у меня в холодильнике, и снимаю мук-банк. На самом деле, это не всегда так. Соглашусь, конечно, бывают и такие моменты, очень хочется снять что-то, а ничего, например, дома нет. Я просто беру и то, что есть, снимаю. Но этот раз, это не тот случай. Приятного аппетита вам тоже, если вы кушаете. Начнем, пожалуй, с сосисок. Макаем в кетчуп. Я, кстати, заметила, что грузины особо эти соусы не очень любят. Они даже в какой-то степени удивлялись, когда мы постоянно грузинские ронгали хотели куда-то макнуть. Сегодня я вам расскажу очень интересный случай, который произошел со мной. В неделю 5-6 экстрасенсов, экстрасенсов, гадалок, каких-то ведьм, мне постоянно пишут. И предлагают достаточно крутые суммы за рекламу. Но это не только у меня так. Это так абсолютно у всех. Но я, естественно, подобную рекламу не то, что я себя хвалю. Те люди, которые давно на моем канале прекрасно знают, о чем я говорю. Я что попала на рекламу не беру. Даже вот вчера, нет, вроде не вчера, мы даже с Дамино Спиццем не договорились. Я в этом плане, мне кажется, очень сложный человек для коллаборации. Очень. Ну, в общем, не буду говорить ее никнейм, как она прописана в инстаграме. В общем, типа чародейка. Говорит твою судьбу, говорит твое прошлое. Предложила мне денежку. Я ей говорю. Давайте договоримся так. Вы мне гадаете. Если вы попадаете из 10-10, то я обязательно вас порекомендую. Вот как есть, так я расскажу на мукбанке. И посоветую вас своим зрителям. Она соглашается. И прям такая радостная. Наверное, она давненько смотрит мой канал и очень много всего про меня знает. В общем, мы с ней зазвонились. Она все, кстати, откладывала. Сначала в 12 должны были созвониться, потом она сказала, что у нее не получается. Возможно, она хотела параллельно еще посмотреть мой контент, узнать что-то новое обо мне. То есть она изначально ко мне была расположена очень скептически. То есть она думала, что я ее со стороны буду снимать. Наши разговоры и так далее. На всякий случай я тоже решила с маминого телефона ей позвонить. Мало ли что, может, выложит мой номер где-то. Но оказалось, нет, вполне адекватная девушка. Я ей говорю, давайте по видеосвязи пообщаемся. Она включила видеосвязь. Но она меня видела, свою камеру она прикрыла. Я говорю, почему? Она говорит, нет, мне так удобно и так далее. Я говорю, окей. И сейчас рекомендации экстрасенсы нет. Вот, честно, она никуда не попала. Вообще никуда. Я ей сказала, расскажи про мою личную жизнь. Она сказала, что ты сейчас состоишь в отношениях. Отношения очень длительные. Тебя бросили. Меня бросили. Честно, она не попала абсолютно вообще. То есть, это просто было пальцем в небо. Мне кажется, любой из вас иногда мне такие комменты пишут, девочки. Я прям думаю, может быть, я не знаю, она установила камеру у меня дома. Ну, настолько человек просто попадает. Здесь вообще ни одного попадания. я говорю, я говорю, тебя много предавали. Тебя много в отношениях обижали. Ничего подобного, честно. Меня никогда не обижали в отношениях. не то, я пытаюсь вам казаться другой. На самом деле, возможно, через экран, через YouTube вы представляете меня другим человеком. Я не хочу строить себя жертву, потому что я такой не являюсь. это будет просто ложь, это будет вранье. Короче, не буду вдаваться в подробности, но факт остается фактом, что она вообще не попала. Абсолютно. Хотя, наверное, старалась. у нас скромные такие факты, которые знает любой мой подписчик. Что я сама себе купила машину, квартиру, но это все знают. А сказать что-то такое, что, например, даже не знает моя мама, например, если бы человек прям, знаете, по полочкам разложил бы, я бы поверила. она почему-то боялась, что я ее со стороны буду еще снимать. Я не такой человек. Если нет согласия человек, какое я право имею вас со стороны снимать. Плюс она сказала, что я очень общительная, я не общительная, абсолютно. Мне очень сложно найти общий язык с людьми. мне просто обидно, за блогеров. Когда в комментариях пишут, например, ой, за деньги вы готовы все что угодно сделать. Нет, мы не готовы за деньги все что угодно сделать. Вы ошибаетесь. Если вы судите по себе, это не значит, что мы тоже такие же, как и вы. Возможно, есть такие люди, но брать всех в одну кучу и обвинять немного неправильно, некорректно. М-м-м-м. короче, в конце нашего разговора я ей говорю, что мы вы абсолютно не попали просто, не попали от слова совсем. То есть, я не состою в отношениях. Действительно, у меня сейчас нет отношений, я ни с кем не общаюсь и так далее. Меня никто не бросал. Всегда из отношений уходила я. Я вдруг принимала решение, что я так больше не хочу и уходила. Хотите, верьте, хотите, нет. В миг вот так вот я могу вычеркнуть человека из своей жизни. Потом человек пытается вернуться, как-то все поменять, поменять себя, как будто он станет лучше и так далее. Но, как правило, люди не меняются. Они просто в какой-то период пытаются соответствовать вашим стандартам, но затем все возвращаются в круге. Я ожидала, что, возможно, он начнет возникать и говорит, что хотя бы заплати за мои услуги, но нет, честно. Я сказала, мы с вами договаривались, так что, если я не попаду, вы не будете меня рекламировать. Я даже предложила, что там недорого у нее, 400 рублей сеанс стоил. Это сколько? 10 монат на наши деньги. Ну, чуток побольше. Я сказала, что я готова заплатить эти деньги за сеанс, но рекламировать вас я не хочу, потому что вы не попали вообще. Она просто утверждает, что я подхожу к этому вопросу скептически от начала, надо в это верить, чтобы она как бы попала в точку. Возможно, но я ничего не могу с собой поделать, я не верю в это. Если найдется человек, который сможет меня переубедить, пишите на мейл. Пообщаемся. У одной моей знакомой есть небольшой бизнес, и вот она говорит, я пишу блогерам, а блогеры мне не отвечают. Почему? И она пишет, здравствуйте, я хочу купить у вас рекламу, и все. Естественно, я один блогер, на такой мейл я сама тоже не отвечаю. Если вы хотите написать по поводу сотрудничества к какому-то блогеру, вы должны составить техническое задание, вы должны поэтапно рассказать, что вы хотите видеть, чтобы вам конкретно могли сказать цену. Остальные сообщения, они кажутся несерьезными, и лично я тоже не отвечаю на такие сообщения. Так что никаких конфликтов не было. Она гадала на картах Таро. Вот честно, из 100% я не преувеличиваю. 95% она не попала, потому что я специально задавала такие вопросы, которые не затрагивались на мукбанках. Слишком личного характера какие-то вопросы. Не знаю, опять же, каждый решает, наверное, сам неправильно такое советовать, но я считаю, что не стоит тратить свое время и деньги на такие вещи. Когда я была на первом курсе, нам с подругой было нечем заняться. Мне подруга говорит, давай пойдем к гадалке, будет интересно. Я говорю, давай лучше посидим, где-то шаурму поедим. Нет, говорит, шаурму мы каждый день едим. Давай займемся чем-то интересным. Это было «Кто живет в Баку» «Can't I might be» там есть одна гадалка. Насколько я знаю, она русская, но я могу ошибаться. сейчас такую рекламу делаю ей. В общем, она тоже вообще не попала. я показала фотографию своего однокрупника и она мне такая говорит, в тот период вообще у меня не было никаких симпатий. И она такая мне говорит, вот тебе он нравится, а его родители против тебя, они не хотят видеть тебя, они хотят видеть какую-то свою родственницу. И у меня подруга такая говорит, давай еще покажи другого парня. Я такая не понимаю, о чем она говорит. И она типа говорит, ну покажи другую фотографию, посмотрим, что она скажет. А я не понимаю, какую фотографию показ. У меня подготовленной другой фотографии не было. Я тут показываю фотографию своего брата. Я с таким, знаете, одолжением на лице показываю фотографию своего брата. И она такая А этот тебя любит, но тебе он как-то не нравится, я тебе советую к нему присмотреться, я вижу с ним у вас хорошее будущее. Это просто рандомная фотография моего брата. То есть фигня это все, честно фигня. Какой авокадо, вот это я понимаю, на это можно деньги потратить. Авокадо заказать. Кстати, какая нежнятина. Переспелый он такой. Но я как бы не жалею, что мы пошли. То есть посидели в шаурму, поели. На эти деньги у нее катание стоило всего, не помню, 10-5 монат, ну короче копейки. Зато были такие незабываемые эмоции, так скажем. На этом все, мои хорошие, было действительно все очень-очень вкусно. Вы не забывайте обязательно. Вы обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Был ли у вас опыт того, чтобы какая-то там гадалка раскрыла все карты на вашу жизнь. А у меня все. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.